В этом уроке мы рассмотрим инструменты следующей группы. Здесь у нас скрывается пять инструментов. Пипетка, цветовой эталон, линейка, комментарии и счетчик. Начнем рассматривать их все по порядку. Выбираем инструмент «Пипетка». Переключение в группе инструментов производится так же, как мы изучали раньше, с помощью Shift и клавиши, соответствующей данному инструменту. Инструмент «Пипетка» очень простой. С помощью него отбирается образец цвета. Когда я кликаю, у меня меняется цвет в палитре. Кликаю здесь, появляется цвет соответствующей области. Чтобы выбрать зону отбора цвета, у этого инструмента есть некоторые параметры. Можно выбрать точку, тогда будет показываться значение конкретного пикселя, куда мы кликнули. Либо среднее 3х3, это будет выборка из 9 пикселей. 5х5 из 25, ну и соответственно дальше. Лучше выбирать 3х3 или 5х5. Тогда меньше вероятности, что мы ошибемся с цветом. А так попадется какой-нибудь случайный пиксель не того цвета и можем ошибиться. Также образец все слои или активный слой, соответственно переключает возможность взятия образца с одного слоя, либо использует также ниже или выше лежащие слои. Показать кольцо пробы. Обратите внимание, когда я кликаю инструментом, появляется вот такое кольцо. Передвигаю и у меня меняются цвета в этом кольце. Если отключу эту галочку, то кольцо появляться не будет. Когда мы кликаем пипеткой, отбираемый образец помещается в основной цвет, цвет переднего плана. Если же мы хотим изменить цвет заднего плана, то есть фоновый, нужно нажать и удерживать клавишу Alt. Обратите внимание, изменился цвет заднего плана. Опять удерживаю клавишу Alt и изменяю его. Это очень удобно, когда нам нужно, например, два цвета для рисования, и мы должны периодически переключаться между ними. Чтобы не отбирать заново, устанавливаем цвет переднего плана один, то есть просто кликаем, и цвет заднего плана другой. Затем можно выбрать какой-нибудь инструмент рисования и рисовать инструментом переднего плана. Сейчас я увеличу непрозрачность. Рисуем цветом переднего плана. Переключаясь с помощью клавиши X или вот этой стрелочкой, мы можем рисовать уже цветом заднего плана, который меняется местами с цветом переднего. Таким образом, можно иметь всегда в наличии два цвета. Удалим наши цвета с помощью палитры История. И продолжаем знакомство. Выберем инструмент Цветовой эталон. Этот инструмент ставит метки на изображение. Они появляются в палитре Инфо. Вот я ставлю одну метку. Вот у меня появилось ее значение. Вторую, третью и четвертую. Всего можно поставить четыре метки. Здесь также указывается размер образца, откуда берется среднее значение цвета. В палитре Инфо появилось четыре цветовых метки. У каждой свое значение цвета. Чтобы изменить цветовую модель, нужно кликнуть на значки пипетки и выбрать здесь соответствующую цветовую модель. Сейчас цветовая модель RGB. Можно выбрать некоторые цветовые модели, которые предлагает программа Adobe Photoshop. Например, модель SMIC. Для каждой точки можно задать свою цветовую модель. Изменю на RGB. Точки можно передвигать в пределах холста. Просто наводим инструмент на точку. Появляется такая стрелка, и мы можем перемещать точки. Чтобы удалить точку, нужно переместить ее либо за пределы нашего холста, либо, удерживая клавиши Alt и Shift, кликнуть на точки. Появляется такой значок ножниц, и точка исчезает. Вот так работает инструмент цветовой эталон, или цветовая проба. Или его еще называют образец цвета. Для чего нужен этот инструмент? Для того, чтобы мы могли постоянно контролировать значение цвета в какой-то конкретной точке или области. Это незаменимый инструмент при цветокоррекции. Когда мы производим какие-то изменения с изображением, мы сразу можем отследить цвета в ключевых областях или точках. Следующий инструмент – это инструмент линейка. С помощью нее можно измерять различные параметры на изображении. Вот я растянул инструмент линейка. У меня показываются координаты точки. Также расстояние от точки до точки по горизонтали, от точки до точки по вертикали, угол наклона и расстояние по прямой. Также можно измерять угол с помощью линейки. Для того, чтобы измерить угол между линиями с помощью линейки, протягиваем одну линию. Затем, удерживая клавишу Alt, у нас появляется вот такой значок угла. Протягиваем вторую линию. Например, вот так. Здесь у нас появляется угол между линиями. И также значение расстояний. Вот это расстояние L1 и вот это расстояние L2. Для того, чтобы удалить контрольные точки, нажимаем удалить. Также с помощью линейки можно выправить горизонт изображения. Мы уже изучали один способ, сейчас рассмотрим еще один. Переключимся на другое изображение. Проведем с помощью линейки линию параллельную горизонту. Вот так. И нажмем кнопку «Выпрямить». У нас автоматически выправляется и кадрируется изображение. Вот такой очень простой способ. Следующий инструмент. Комментарии. С помощью этого инструмента можно оставлять различные комментарии в различных областях изображения. Например, если несколько человек работают с изображением, здесь можно подписать автора комментария и что-нибудь добавить, какой-нибудь комментарий. Давайте попробуем. Ну, например, создадим вот здесь комментарий. Здесь введем автора. Напишу себя. И напишу комментарий. Например, откорректировать цвет кожи. Закрою эту палитру. Вот у меня создался комментарий. Теперь, открывая это изображение, я смогу прочитать данный комментарий, если зайду в инструмент «Комментарии». Для того, чтобы прочитать, я два раза кликаю по комментарию. У меня появляется палитра. И здесь я могу прочитать и изменить свой комментарий. И показывается автор комментария. Вот такой инструмент. Он помогает при работе с изображениями. Если вы забудете что-то сделать, комментарии напомнят вам. Также удаляются комментарии с помощью кнопки «Удалить все». Можно таким образом удалить. Или, чтобы удалить комментарий, можно кликнуть по нему правой кнопкой и выбрать «Удалить комментарий». Либо «Удалить все комментарии». И последний инструмент в этой группе – это счетчик. Это очень простой инструмент. Он позволяет подсчитать количество каких-либо объектов на снимке. Работает он очень просто. Нужно кликать по объектам. Например, я хочу подсчитать, сколько здесь у меня кирпичей в стене. К примеру, кликаю, и у меня появляются цифры друг за другом. Могу кликать в любом порядке. И таким образом я считаю объекты. Мне не нужно считать в уме. Просто кликаю. Вот последняя цифра у меня будет 30. Таким образом можно скрыть счетчик. Так снова посмотреть. Можно создавать несколько групп объектов для подсчета счетчика. А также удалять их. Здесь можно задать цвет маркеров и размер маркеров. Этот инструмент применяется достаточно редко, но полезно знать его. Удалим. И на этом закончим знакомство с инструментами данной группы. Теперь рассмотрим вспомогательный элемент для изображений. Это линейки, направляющие и сетка. Линейки. Линейки можно увидеть вот здесь сбоку, слева и вверху. Включаются и отключаются они следующим образом. Просмотр линейки. Либо комбинация клавиш Ctrl-R. Если я отключу, линейки пропадут. Если я отключу, линейки снова появятся. Что такое направляющие? Это линии, к которым можно привязывать некоторые объекты или выделения. Например, чтобы мне создать выделение в определенном месте и строго определенной формы, я просто левой кнопкой мыши вытягиваю из линеек направляющие. С помощью линеек их можно точно позиционировать. Но также мы рассмотрим и другой способ создания направляющих. Вот одна направляющая. Вот вторая. Например, я хочу выделить вот этот овал объектива. Линзу на объективе. И изменить ее цвет. Для того, чтобы переместить направляющую, я нажимаю и удерживаю клавишу Ctrl. Вот навожу курсор. Он принимает вот такой вид. Я опускаю направляющую ниже. Если случайно установил ее не там. Подвожу точно. Теперь другую направляющую. Вот по вертикали я уже как бы создал границы для своего выделения. Немного увеличиваю изображение, чтобы лучше видеть этот объект. Нажимая клавишу пробел, напомню, я временно пользуюсь инструментом рука, чтобы подвинуть изображение. Вытягиваю направляющие из вертикальной линейки. И так же точно устанавливаю по линзе объектива. Теперь я беру инструмент овальная область. И выделяю нужный объект. Смотрите, выделение у меня точно прилипает к границам области. Но если немножко не попал, я могу трансформировать выделенную область. Смотрите, выделение само, когда я двигаю, прилипает к границам, ограниченным вот этими направляющими. Можно отключить это прилипание с помощью параметра привязка. Или привязать к, можно привязывать к направляющим, к линиям сетки, границам документа и к слоям. Итак, я трансформировал выделение и нажимаю Enter. Теперь я могу делать с этой выделенной областью все, что угодно. Например, коррекция, цветовой тон, насыщенность. Уберу насыщенность линзы объектива или изменю цвет этого блика. То есть могу делать все, что угодно. Прибавить яркость, убавить. Теперь рассмотрим другой способ создания направляющих. Для того, чтобы удалить направляющие, идем в просмотр, удалить направляющие. Теперь создадим новые направляющие уже другим способом. Сниму выделение. Если нам нужно расположить направляющие строго в определенном месте по линейке, с определенными координатами, то это можно сделать так. Просмотр, новая направляющая. Здесь можно выбрать ориентацию направляющей, горизонтальная или вертикальная. Выберем горизонтальную направляющую и положение, например, 9,5 см. И у меня появляется направляющая точно на значении 9,5 см. И таким образом можно абсолютно точно расположить направляющие, так как нам нужно, по координатам линейки. Можно также удалить направляющую, нажав и удерживая Ctrl и перетащив ее обратно в линейку. Можно изменить ориентацию направляющих, если нажать Ctrl, навести курсор на направляющую, затем нажать клавишу Alt и удерживать. И у нас изменится ориентация курсора, если мы щелкнем, то изменится ориентация направляющей. Она станет вертикальной. Еще раз щелкнем, она станет горизонтальной. Еще один полезный инструмент, например, при фотомонтажах, создании коллажей, для точного расположения объектов, это инструмент сетка. Включается он в меню Просмотр, Показать, Сетку. Размер сетки регулируется в настройках, редактировании, установке, направляющая, сетка и фрагменты. Здесь можно задать, как у нас часто будет идти сетка, например, линии через каждые 2 см и внутреннее деление на 4 см. Здесь можно задать любые параметры. Например, изменю линии через каждые 1 см и также деление на 4 см. Видно сразу, что у меня изменилась сетка. Например, если я буду вытягивать направляющую, она автоматически будет прилипать к линиям сетки. Вот я двигаю, и у меня автоматически происходит привязка к линиям сетки. Привязка включается и отключается также через меню Просмотр, Привязать к, либо Привязка. Если мы отключим привязку, то можно свободно двигать направляющую, она не будет прилипать к линиям сетки. Также, если мы создаем выделение, например, прямоугольную область, она также будет у меня создаваться ступеньками и прилипать к линиям сетки. Это очень удобно при разметке одинаковых областей. Если я перемещаю область, то также могу поместить ее с помощью привязки точно по линиям сетки. Таким образом, можно делать точную разметку для создания каких-нибудь шаблонов, всяких там визиток, ярлыков и всего прочего. Для того, чтобы отключить сетку, нужно зайти в Просмотр, Показать и выбрать сетку. Либо нажать соответствующую комбинацию клавиш. Здесь практически везде есть подсказки по комбинациям клавиш. Нажимаем, сетка исчезает. И удалим нашу направляющую. Итак, в этом уроке мы рассмотрели инструменты группы «Кипетка» и вспомогательные инструменты, такие как направляющая и сетка. До встречи на следующих уроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!